Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Среди неврологических и хронических заболеваний это заболевание поражает чаще всего людей пожилого возраста. И называется оно дрожательным параличом или болезнью Паркинсона. Дело в том, что население страны, не только нашей страны, а вообще и во всем мире, значительно постарело. И болезнь Паркинсона представляет для них определенную опасность в плане ухудшения качества жизни. Именно поэтому мы сегодня и поговорим о проблемах, связанных с болезнью Паркинсона. Сегодня мы поговорим о проблемах, связанных с заболеванием, болезнью Паркинсона. Я представляю свою собеседницу, доцента кафедры неврологии Одесского национального медицинского университета, кандидата медицинских групп Ирину Вильевну Хубетову. Ирина Вильевна, прежде всего я приветствую вас в Николаеве и благодарю вас за то, что вы нашли время для того, чтобы принять участие в нашей передаче. Я бы хотел начать наш разговор с такого момента, что одной из основных, на мой взгляд, проблем неврологии является все же оказание помощи, лечения и реабилитации больных с мозговыми катастрофами. А вот заболевание, о котором пойдет сегодня речь, оно начинается постепенно и присуще определенной категории людей. Мне бы хотелось, чтобы вы как бы приоткрыли занавес. Наверное, не все, в общем-то, наши телезрители знают, что предшествует этому заболеванию, какие предвестники существуют, да и, наверное, какие признаки этого заболевания. И, собственно, что это такое? Болезнь Паркинсона так красиво звучит. Ну, я с вами согласна. Болезнь Паркинсона не только красиво звучит, но это то заболевание, которое, в общем-то, и нужно красиво диагностировать. Далеко не каждый специалист способен сразу поставить диагноз, даже очень опытный. Потому что болезнь Паркинсона, мир болезни Паркинсона, он очень многолик. Как многолик внутренний мир любого человека, как многолик окружающая нас природа с ее закатами, рассветами, со снегом, с ветром, с дуновением ветерка, так и при болезни Паркинсона. Естественно, эта болезнь, а это дегенеративное заболевание нервной системы связано с нарушением обмена дофамина. Я не буду вдаваться в подробности, поскольку это сугубо, так скажем, определение для врачей, а поскольку мы беседуем с нашими зрителями, то это заболевание связано с изменением определенных зон мозга, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. Дофамин непосредственно принимает участие в рисунке наших движений, походка, движение, активность, темперамент. Кроме того, это может быть удовлетворение или недовлетворенность с жизнью, это наше настроение, это возможность получать удовольствие от жизни, это в конце концов в какой-то степени наша память, ориентировка в пространстве, это фон настроения. Если говорить об инсульте, о том, что вы упомянули, то можно сказать, что инсульт – это проблема на стыке нескольких медицинских отраслей. Это и сердечно-сосудистая система, это заболевание нервной системы, это и участие специалистов, которые принимают участие в реабилитации больных, для того, чтобы улучшить функцию движения, чтобы не развивалась атрофия, чтобы человек мог ходить, то болезнь Паркинсона – это, конечно, заболевание нервной системы. И занимаются лечением и диагностикой врачи-неврологи. Заболевание коварно тем, что оно развивается из-под валь. Появляются первые симптомы не сразу, а как бы украдкой. То они появляются, то они исчезают. И поэтому вот эти тонкости и мелочи, которые возникают у каждого человека по-разному, по-своему, то есть настолько индивидуализированы, что для врача иногда сложно собрать воедино вот эти мелкие симптомы. Потому что любая диагностика, она основана на том, что мы должны увидеть что-то общее в проявлении того или иного заболевания у большого количества людей. И вот на основании этого общего, как правило, всегда разрабатывается алгоритм диагностики, какие-то симптомы, на которые мы опираемся. При болезни же Паркинсона мы всегда имеем какие-то общие проявления и обязательно какую-то индивидуальную особенность проявлений, которая иногда мешает поставить правильный диагноз, а иногда помогает врачу и исследователю познать просто глубже болезнь, потому что мы говорим пациента с болезнью Паркинсона, мы не лечим, а мы ведем по жизни. К счастью, болезнь не укорачивает продолжительность жизни, но к несчастью она меняет ее качество, причем значительно меняет. Человек живет по-другому, ходит по-другому, говорит по-другому, и вот это мешает ему жить. Вот вы знаете, вы сейчас произнесли эти самые слова, которые лежат в основе названия нашей передачи. Наша передача так и называется «Качество жизни при тех или иных заболеваниях». И в частности, вот то, о чем мы сегодня говорим, и целью, и задачей мы как раз и ставим, донести до нашего широкого зрителя какие-то общие представления и понятия. Ну вот в отношении, я бы так сказал, вот сегодня без малого почти 200 лет, как было описано впервые заболевание, да, дрожащий, дрожательный паралич или же болезнь Паркинсона. Скажите, что за все это время изменилось в вашем, в представлении специалистов-неврологов в этот раз, и что дает возможность все-таки вам, вот то, о чем вы сказали, минуя трудности ставить диагноз? Ну действительно, болезнь Паркинсона или дрожательный паралич была впервые описана в 1817 году Джеймсом Паркинсоном, английским врачом. Причем он был просто врачом общей практики. Он не лечил этих больных, а он впервые описал внешний вид пациентов, которых он наблюдал со стороны. Им было описано всего лишь 6 пациентов, но он как бы проживал с ними развитие болезней. Потом на долгие годы, написав книгу, он и это заболевание оставались в тени еще 40 лет. И только доктор француз Шарко, который опять поднял вопросы диагностики и лечения этого заболевания, назвал эту патологию болезнью Паркинсона. Долгие годы, как и сейчас, впрочем, болезнь Паркинсона остается очень загадочной, потому что причины развития заболевания до сих пор не распознаны. То есть причины, почему развиваются, что является толчком, неизвестны. Хотя имеется часть случаев, примерно 10% от паркинсонизма, так называемые наследственные случаи, но это не истинная болезнь Паркинсона. А считается, что это тоже, наверное, дегенеративный процесс, связанный с поражением генетического аппарата. Сама же болезнь Паркинсона на протяжении многих лет, как я сказала, оставалась, в общем-то, той патологией, при которой мало можно было, чем помочь человеку. И только лишь 50 лет назад, когда впервые была показана роль нейромедиатора дофамина в развитии заболевания, а именно в уменьшении количества производства этого нейромедиатора, и когда были синтезированы первые препараты, в том числе леводопа, вот тогда был сделан действительно настоящий толчок в плане лечения заболеваний. И это давало огромные надежды в возможном излечении этих пациентов. Хотя со временем, опять-таки, не было получено ожидаемых результатов. Пациенты получили возможность улучшить качество жизни, контролировать определенные симптомы, улучшить движение, ходьбу, но, тем не менее, излечить заболевания до настоящего времени невозможно. Но последние 20-30 лет, опять-таки, наука не стоит на месте. Законодателями моды в этом направлении являются англичане. У них создан английский банк общества болезни Паркинсона, где собирается информация практически о всех пациентах, живущих и умерших, проходит анализ прижизненных данных, и посмертных в том числе, для того, чтобы все-таки разгадать загадку этой болезни. И на самом деле, на сегодняшний день синтезировано огромное количество медицинских препаратов, которые позволяют лечить и вести пациента на протяжении достаточно длительного времени, то есть вести по жизни. Потому что лечение связано с тем, что грамотный врач назначает лекарства в зависимости от возраста начала болезни, от ее клинических проявлений, потому что разные бывают формы болезни, бывают дрожательные, бывают ригидные, бывают ригидно-дрожательные, или наоборот, или революруют акинетические проявления, когда замедляются движения, мысли, многие другие процессы. Что еще хотелось бы сказать, что многие обыватели, в том числе, к сожалению, и врачи думают, что если у человека есть дрожание, то это, безусловно, болезнь Паркинсона. Вот я, простите, я как раз и хотел сказать, кроме внешних проявлений, которые действительно доступны для того, чтобы человек воспринимал и о чем-то подозревал, какие другие еще изменения, чем, собственно, чревато течение болезни? Болезнь Паркинсона, прежде всего, относится к таким заболеваниям, которые характеризуются изменениями движения, так называемая классическая триада. Многие думают, что дрожание – это ведущий симптом болезни. Это ошибочное мнение. Облигатным или патагномоничным, или ведущим симптомом проявлений является замедленность. То есть замедленность во всем. Замедленность мышления, мы называем брадиофрении, замедленность движений, брадиокинезии, замедленность речи, брадиололии, замедленность мимической экспрессии, гипомимии или амимии. Вторым признаком, который характерен для этой болезни, является скованность мышц, или ригидность, мы называем, которая, в общем-то, и обуславливает вот эту замедленность. И третьим симптомом является дрожание. Так вот, если есть у человека замедленность движения, медлительность, и она сочетается с одним из остальных признаков, тогда мы с наибольшей вероятностью можем говорить о болезни Паркинсона. Но нужно помнить о том, что болезнь Паркинсона – это не только болезнь движений. Есть так называемые симптомы, не относящиеся к движениям. Это могут быть нарушения обоняния. И такой симптом, по мнению многих авторов, примерно в 80-х случаях, может гораздо, значительно, вернее, опережать симптомы нарушения движения. Нарушение обоняния. У кого оно появляется, нужно задуматься о том, что, возможно, это начало болезни Паркинсона. Хронические запоры или синдром констипации, снижение фона настроения, такие субдепрессивные, субдепрессия развивающаяся, неистинная депрессия, которая нарастает быстро, и тогда это, так скажем, признак психического заболевания, тогда пациент лечится у психиатра. А если это достаточно такая мягкая депрессия, тоже можно подумать, в какой-то степени нарушается память, но она нарушается тоже медленно. Могут меняться настроения, теряется удовольствие от жизни, от каких-то определенных моментов, когда мы получаем удовольствие, от каких-то, может быть, даже мелочей, так называемая ангидония. Так вот эти немоторные проявления, они, как правило, появляются домоторных, то есть раньше, они могут быть предикторами болезни. И если такое появляется у пациента, а этот, конечно, должен выявить прежде всего врач, но если человек любопытен, много знает, много читает, и понимает, что с ним что-то не так происходит, то даже сам любой человек из нас может понять, что это может быть началом болезни. И, наверное, в семье обитания, в семье происходят какие-то такие изменения, да? Да, к сожалению, мы не можем сказать, как можно профилактировать, потому что неизвестна причина. Но, тем не менее, есть интересные факты. Чаще болезнью Паркинсона болеют люди слишком ответственные, которые берут на себя, так скажем, ответственность отвечать за все, любят контролировать все, ничего не, так скажем, слишком правильное по жизни. Это люди, которые не курят и никогда не курили. Люди, которые не употребляют кофе. Говорят, что кофе и сигареты, как ни странно, являются профилактическими моментами. То есть курящие и пьющие кофе, как правило, реже болеют болезнью Паркинсона. Иногда, вот есть еще такое замечание, слишком ранняя седина, может быть, тоже иногда, не всегда, причиной или начальными проявлениями этого заболевания. Ну, мне это не грозит, у меня их нет. Вот еще такой вопрос, может быть, он не столь существенный, но в ряде случаев многие заболевания связаны с урбанизацией населения. Здесь есть какая-то градация, чаще болеют все-таки это сельские люди или это городские, или это не имеет никакого значения? Нет, имеет значение и есть статистика, а статистика это, так скажем, дело большое. По многочисленным сообщениям, зарубежным и по нашим, чаще болеют люди в сельской местности. И это, по-видимому, связано с наличием огромного количества гербицидов в земле, фрукты, овощи, или кто работает в сельском хозяйстве. Значит, так как бы факторы смогут способствовать? Да, на самом деле жители сельской местности болеют чаще, чем горожане. Чаще болеют мужчины, чем болеют женщины. Наиболее частый возраст, который поражает людей, это примерно между 60 и 80 годами. Существуют ранние формы болезни Паркинсона, когда она может начинаться где-то до 30 даже лет, тогда ее называют ювенильной. И истинная болезнь Паркинсона, она развивается, примерно считается так, что средняя распространенность болезни Паркинсона, где-то, по крайней мере, по данным Украины, известны эпидемиологические данные нашего профессора Московка Сергея Петровича из города Венеца, который показал, что распространенность в Украине составляет 133 на 100 тысяч населения. К сожалению, в странах постсоветского пространства, когда произошло крушение многих отраслей нашей жизни, в том числе и медицина была в загоне, мы многие годы не занимались достаточно близко этой проблемой. Диагностика и статистика, она, конечно, ушла куда-то, так скажем, далеко в сравнении с европейскими странами. У нас есть некоторые области и районы, где распространенность, ну, уж очень маленькая. Это не означает, что нет больных, нет правильной диагностики. Диагностика неправильная или пациенты уходят, так называемый, сосудистый паркинсонизм, у нас модно было ставить этот диагноз. Но это, опять-таки, вопросы профессиональные, потому что то, что мы называем синдромом паркинсонизма, это, так скажем, определенная область, куда включаются очень многие заболевания. Есть истинная болезнь паркинсона, есть вторичный паркинсонизм и есть паркинсонизм на фоне каких-то нейродегенеративных заболеваний. Но, опять-таки, это не для зрителей, это для наших специалистов. Ирина Вильевна, ну, понятно, мы уже с вами и коснулись такого момента, что сегодня медицина не стоит на месте, понятно, она развивается, в том числе все чаще внедряются всевозможные инновационные технологии в плане диагностики. Болезнь паркинсона не относится к таким заболеваниям, диагностика которых зависит от каких-то инструментальных методов исследования? Вот как ни парадоксально, нет ни одного признака болезни паркинсона, который бы мы могли определить с помощью инструментальных методов исследования. Да, мы обязательно проводим исследования таким пациентам, это прежде всего магнитно-резонансная томография из дополнительных исследований. Но мы это делаем не для того, чтобы диагностировать или получить какой-то результат, что это болезнь паркинсона, а для того, чтобы отвергнуть другое заболевание, поскольку ни на компьютерной томограмме, ни на магнитно-резонансной томограмме нет каких-либо признаков, характерных для этой болезни. Это болезнь, которая выставляется клинически. Есть определенные разработанные критерии, которые знает врач, занимающийся этой проблемой. И он, так скажем, в состоянии поставить этот диагноз клинически. А делаем еще раз исследование для того, чтобы исключить другие заболевания, в картине которых может быть очерченный синдром паркинсонизма. Ну вот опять же мы уже с вами коснулись проблем, что этих больных нельзя вылечить, а нужно только вести их пожизненно, все правильно. А скажите, а что может способствовать именно улучшению качества жизни? Какие фармакологические средства существуют ли они? Они помогают как-то этому больному, в общем-то, прожить свою жизнь? Да, на сегодняшний день существует несколько групп препаратов, которые позволяют значительно улучшить состояние человека, улучшить качество жизни и позволяют многим пациентам вернуться к своей обычной работе. Например, среди моих пациентов есть хирурги, есть художники, есть медсестры, есть водители, которые при первичном осмотре практически не могли выполнить свои профессиональные навыки, не могли себя нормально обслуживать. Но после начала приема препаратов практически все возвращались к труду. Золотым стандартом на сегодняшний день считаются леводопосодержащие препараты. Это как раз и есть тот нейромедиатор, который мы искусственно вводим в организм для того, чтобы получить ожидаемые эффекты. Существует еще несколько групп препаратов, это агонисты дофаминовых рецепторов, это ингибиторы глутаматных рецепторов, это амантодины, это блокаторы МАОБЭ, у них может быть разное название, и они применяются в разные стадии заболевания или в сочетании. Но опять-таки, ни в коем случае я не призываю пациентов самостоятельно покупать эти лекарства и принимать. Это нужно делать только под наблюдением врача. Но самое главное, что еще должны помнить пациенты? Ведь лекарства, да, помогают справиться с определенными симптомами, но есть вещи, которые каждый человек может использовать в домашних условиях сам самостоятельно, либо с помощью членов семьи, а члены семьи должны быть понимающими, терпимыми, помогающими болеющим осознать, что он такой же член общества, что он отнюдь не стал изгоем, не стал хуже, он такой же человек, который должен участвовать в жизни семьи, общества, дома и все делать. Значит, что мы можем порекомендовать нашим пациентам? Да, вот мне бы хотелось все-таки, действительно, раз мы уже так коснулись логично, вот к такому завершению, то мне бы хотелось сказать, чтобы очертить вот круг обязанностей, что ли, которые ложатся на долю родственников, которые так или иначе соприкасаются с этой проблемой, им надо выходить, чтобы опять же исключить какие-то конфликты, усугублять состояние, потому что уязвимая психика у любого больного человека, а уж у этого тем более, вот практически какой-то можно дать совет. Ну, безусловно, больной человек, когда он болеет долго, у него есть проблемы, он может раздражать окружающих. В первую очередь, родственники должны быть терпимыми, понимать, что это болезнь, что это делается не специально. В некоторых случаях, может быть, не обращать внимания, в других случаях помочь что-то сделать. Человек с дрожащей рукой может разбить тарелку, чашку, или разлить со стакана какую-то жидкость, или споткнуться и упасть, или потянуть на себя случайно скатерть, и, так скажем, все может стоящее на столе упасть вниз. То есть проявлять, прежде всего, терпимость. Второе, помогать таким людям. Они действительно нуждаются в помощи. В помощи какой? Ну, элементарной дома. Иногда человек, у которого ухудшена ходьба, для того, чтобы ему облегчить, что можно сделать? Можно на полу дома в коридоре провести мелом, или наклеить бумажечки белые, на ширине шага 60-70 см. И человек начинает ритмично ходить. Когда он начинает ритмично ходить, то в ритм, да, начинает работать мозг ритмично, улучшается ходьба. Очень хорошо периодически включать и слушать ритмичную маршевую музыку. Вальс очень хорошо. Не нужно стесняться, можно даже прямо дома включить музыкальный инструмент, и перед зеркалом станцевать любой танец, который нравится пациенту, самому болеющему человеку. Классическая музыка помогает. Ну, такая мажорная направленность. Это Вивальди, это Моцарт, это Шопен. Мало того, доказано, что классическая музыка, она обладает нейропротективным действием. Она способствует тому, чтобы процессы регенерации в мозге шли гораздо быстрее, то есть, чтобы восстанавливались нейрональные связи, которые утеряны. И вот это все может человек использовать. Вот на базе нашей больницы, в областной больнице в Одессе, где я работаю, у нас есть группа пациентов, которые занимаются с преподавателем танцев, причем преподаватель-волонтер, собирается раз в неделю, они приходят, там около 10 человек. Вы знаете, иногда вот, когда ты смотришь, ты просто поражаешься возможностям, человеческим возможностям и возможностям больного мозга творить чудеса. Как они чудесно танцуют? Они танцуют и польку, и вальс, и различные, скажем, мексиканские какие-то такие танцы. Это просто изумительно. На самом деле это помогает восстановить движение. Ирина Валентиновна, вот вы сейчас сказали о музыке. Вот я действительно, даже вот не предвидя, что вопрос сейчас коснется этого, что вы считаете, что вот музыка даже в этой ситуации помогает людям. Мы уже в наших программах неоднократно обращались вот именно к этой теме. И я вот пытаюсь каждый раз показать нашим телезрителям, что не игнорируйте, вот это вот, не лишайте себя вот этого замечательного восприятия музыки, особенно классической, которая действительно вырабатывает хорошие гормоны, положительные, когда человек может, ну, с оптимизмом смотреть, в общем-то, на жизнь сквозь призму своей патологии и не быть обреченным. Ну и завершая нашу с вами беседу, мне бы хотелось, вот как вам не покажется странным, чтобы вы высказали свое пожелание, тем более, что эта программа выйдет в канун Нового года, свое пожелание не только как врач-невролог, а просто как одесситка. Я с удовольствием всех телезрителей поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю всем побольше оптимизма, побольше улыбок, хорошего настроения, хороших событий, чтобы слова с частицей «не» вы никогда не употребляли в своей жизни. Будьте счастливы, живите всегда с юмором и получайте от жизни просто сумасшедшее удовольствие. Ирина Валентиновна, мне остается только выразить вам слова признания и благодарности за участие в нашей программе. Я думаю, что ту, даже вот такую телеграфную информацию, которую мы сегодня выдали в нашей программе, она пойдет на пользу и родственникам тех людей, которые страдают болезнью Паркинсона, и, конечно же, нашим коллегам. Что-то они для себя подчеркнут, тем более, что предстоит еще у вас целый круглый стол для наших коллег. Я думаю, что они с пользой воспримут вашу информацию. И мне остается только попрощаться с вами, уважаемые телезрители. До новых встреч, до свидания, не болейте. И помните, что качество жизни, оно находится в ваших руках. С вами был доктор Зайцев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин